Ну и уже по традиции анонс событий, что нас ждет во вторник, 30 октября, расскажет моя коллега Анна Стефаненкова. Она в студии. Аня, привет. Что интересного будет? Например, завтра расскажу. Во многих школах России пройдет единый урок безопасности в интернете. Я думаю, что в некоторых кировских школах он тоже пройдет. Проводится он при поддержке Миноборнауки, Минкомсвязи России, Института развития интернета и прочих ведомств. Он реализуется уже в России пятый год. И на что он направлен? Да, что представлять из себя будет этот урок. Да, да, да. Для повышения кибербезопасности и цифровой грамотности. Это сложными словами. А на самом деле всех учеников будут учить, защищать свои персональные данные. Я думаю, что это очень важно сейчас в наше современное интернет-время. Совершать безопасные продукты, покупать продукты, например, в интернет-магазинах безопасно, как это нужно делать. И анализировать правдивость и достоверность информации. Это во всех школах пройдет или в какой-то конкретной у нас? Такой информации нет. У нас только общая информация. Думаю, что в Кирове тоже будут проходить. И проходят они в разных форматах. Круглые столы и самые прочие виды активности. Также завтра в Кирове почтят память жертв политических репрессий в 12 часов у Соловецкого камня. Находится он, я напомню, на набережной Грины, недалеко от Федоровской церкви. После того, как память почтят на митинге и будут возложены цветы, направятся на Мезринское кладбище. Также завтра у нас в правительстве области пройдет очередное второе заседание Координационного совета при губернаторе области по вопросам малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности. Для кого это больше совещание? Для предпринимателей? Я так понимаю, что для предпринимателей, для тех, кто как-либо заинтересован в бизнесе, представителей различных организаций, будут рассматриваться вопросы, например, создания в области единой территории, которая будет объединять организации, инфраструктуры и предпринимательства по принципу одного окна. Что это будет из себя представлять? Я думаю, что в некоторых СМИ можно будет узнать результаты. И буквально еще одну новость, последнюю какой-то анонс. Давайте культурную. Хорошо. Завтра будет показан моноспектакль по роману Островского «Как закалялась сталь» в библиотеке Пушкина в 5 часов вечера. На сцену выйдет один человек, так как это моноспектакль студент Вятского государственного университета. Мероприятие приурочено к столетию комсомола. Спасибо за анонс, Аня.